Клуб для молодых семей, инклюзивная игротека и нейросенсорная комната. Десятки идей предложили участники молодежного форума про регион. Лучшие из них получат гранты правительства. Алена Кузина побывала на защите проектов. Позади лекции проектная школа, работа с экспертами. Сегодня участники на защите идей. Из 68 заявок отобрали только 36. Проект должен помогать людям с трудностями в физическом развитии, ментальном, в том числе и с инвалидностью. Студент НГУ Антон Корниенко предложил создать в Академгородке нейросенсорную комнату для детей с ограниченными возможностями здоровья. И вот это проблема. Нет единого пространства. И поэтому, получается, один занимается по одной программе с ребенком, другой по другой. И вот этого нет единого подхода. А здесь в одной нейросенсорной комнате будут ребята и заниматься со всеми специалистами на хорошем, дорогом оборудовании. Открытое пространство для трудных подростков, клуб помощи молодым семьям, университетское сообщество для слабослышащих. Эти и другие проекты ребята представили губернатору Андрею Травникову. В свою очередь глава региона выступил с инициативой организовать штаб молодежного сообщества. В Новосибирской области молодежь настолько мощная, организованная, многочисленная, что можно попытаться делать уже что-то такое общими усилиями, более масштабное, яркое, выходящее за пределы Новосибирской области, как стати, зарекомендовал себе оформу крови регионов. 200 активистов из разных регионов России, Челябинской области, Алтайского и Красноярского краев, а также Якутии. За несколько дней ребята стали сплоченной командой, которая вместе решает общую задачу. А здесь проходит завершающий этап форума чемпионат кейсов, где ребята разбирают различные ситуации и придумывают, как их решить, например, как справляться с буллингом. А это еще одна идея для проекта. Впервые в этом году на их воплощение направят средства из федерального и регионального бюджетов. Размер гранта от 5 тысяч до полутора миллиона рублей. Алена Кузина, Алексей Баженов. Новости ОТС.